Почему сегодня молодые родители, называя своего ребёнка, выбирают имена какие-то, может быть, необычные чаще всего? Ну, потому что как-то имена более нераспространённые в нашей стране, они более красивые, может, для молодого поколения считаются. Скажите, а вот с именем Гераклит легко ребёнку будет жить в дальнейшем? Я думаю, нет. Ну, то есть, выбирая... Я не слышал такого имени, честно. Ну, то есть, выбирая имена, надо... Ну, думать как-то, чтобы ребёнку было в будущем легче как-то... легче жить. Выбирая имя для своего ребёнка, на что больше обращают внимание? Ой, ну... На веру, скорее всего. Чтобы было по национальности. Ну, сейчас не знаю, конечно, сейчас такие имена. Скажите, ну, сегодня чаще молодые родители выбирают необычные имена. Как вам кажется, с чем это связано? Вот кто может назвать ребёнка, скажем, Гераклитом или Эрхардом? Экзотики хочется. Почему родители стали выбирать более такие, ну, имена, которые редко встречающиеся, но для нашего, вот как бы... Для нашей страны, ну, странные немножко. Ну, потому что это необычно. Потому что Кать, там, Саша, их очень много, а вот какое-нибудь такое экзотическое имя, ну, это интереснее всегда. Да. Наверное, каким-то там латышком примерно, потому что я латышка. Ну, не знаю, там, наверное, Лига или Санта, ну, примерно где-то так. Почему молодые родители чаще стали называть детей необычными имена? Мне кажется, это всё-таки мода какая-то, да? То есть, как носим джинсы, скажем, одной фирмы, так и, мне кажется, детей тоже называются. Это мода, это всегда так было, наверное, и есть. Я надеюсь, у меня сегодня не появится ребёнок. На сегодня нет, но в дальнейшем, в будущем. И, тем не менее, вот про имена, да? Какие имена у нас пользуются популярности? Не знаю, сейчас на иностранные уже. Мне нравится имя Вазген. Вазген, серьёзно, очень нравится. У вас грузинские корни? Нет, просто имя это нравится. А если девичье имя? Девичье. Мне нравится Полина. Это мнение наших горожан. А о чём свидетельствуют данные статистики до выпуска в отделение ЗАГСа. Как оказалось, в 2015 году чаще всего молодые родители нарекали своих деток именами Виктория, София, Анастасия, Александр, Артём и Максим. По-прежнему остаются популярными мужские имена Даниил и Даниэль. А вот самыми редкими и необычными именами 2015 года в Дауглополсе стали Велимир, Эрхард, Летисия, Милия, Олекта, Гераклит и Этели. Между прочим, в прошлом году в Дауглополсе на свет появились 865 младенцев, 444 мальчика и 421 девочка. 376 деток являются первенцами. Кстати, за последние 6 лет это рекордное количество малышей. Правда, до 2008 года, когда количество новорожденных составило более 1 тысячи, еще далеко. Несмотря на повышение рождаемости, к сожалению, показатели смертности не уменьшаются. В прошлом году наш мир покинули 1201 человек. Это больше, чем в 2014 году. По словам заведующей ЗАГСа Хелены Солдатенок, согласно статистике, в нашем городе женщины живут дольше, чем мужчины. И чаще всего причиной смерти становятся различные болезни. Очень часто причина смерти мужчин, молодых, это отек легких, что говорит о том, что употребляется много алкоголя. Я уточняла у врачей. И другие заболевания, связанные с алкоголем, к сожалению. По-прежнему, одной из главных причин смерти долгополчан является сердечно-сосудистые и онкозаболевания, а также инсульт головного мозга. Еще один тревожный сигнал. В прошлом году более чем в три раза увеличилась смертность и среди новорожденных. В 2015 году из жизни ушли 9 младенцев. Но обвинять в этом только медиков было бы неправильно, говорит госпожа Солдатенок. Были статьи в газетах и так далее о том, что что-то происходит в нашем роддоме. Но я думаю, что не в роддоме дело, а дело в том, как женщины относятся к своей беременности. И есть какие-то патологии, которые, наверное, предусматривают вот эту очень негативную и страшную цифру. Еще один отрицательный показатель – это разводы. В прошлом году в нашем городе было расторгнуто около 350 брачных союзов, а в законный брак вступили около 500 пар. Для того, чтобы развестись, сегодня уже не обязательно обращаться в суд. В настоящее время расторгнуть брачный союз можно и у нотариуса. Что, как считает Хелина Солдатенок, не лучшим образом сказывается на институте брака. Нотариусы не уговаривают. Они в течение месяца разводят. Если вдвоем пришли и написали заявление, и нет никаких преград для того, чтобы оформить двухсторонний развод, то это происходит в течение месяца. Суд все-таки дает время на примирение, на решение каких-то семейных проблем. Одной рукой государство облегчило работу для судей, с другой стороны, нивелирует ценности семейные. Хочется верить, что в 2016 году разводов все-таки будет меньше, а свадеб побольше. Поэтому будущие молодожены – следующая информация именно для вас. 3 июня в рамках празднования Дней города на площади перед художественным центром Марка Ротко пройдет коллективное бракосочетание. Ее участниками станут 15 пар. Хотите оказаться в их числе? Тогда спешите подать свое заявление на регистрацию брака в Даугубинский ЗАГС до 1 марта. А супругов, заключивших брак в прошедшем 2015 году, приглашаем участвовать в грандиозном городском проекте «Свадьба года-2015». Подробная информация о правилах участия появится уже на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok